Много раз, проезжая здесь по дороге, задавался вопросом, а что же это за штука такая? В общем, все заброшено, поэтому пойдемте посмотрим, что осталось. Здесь на входе в здание выбиты все стекла, все двери посняты, куча всякого навоза. В помещениях, естественно, ничего не осталось. Здесь, но здесь вот явно видно, что были горы всякого разного оборудования, куча кабельных каналов, обрезки кабеля, трубы. А вот здесь, судя по кафелю, была какая-то охлаждающая штука или отопительная, или наоборот нагревательная, потому что вон были отверстия вверх. Черт его знает. Но почему-то вот эта часть комнаты сделана кафельная, а здесь просто бетонный пол. Вот здесь, видимо, какие-то санитарные, наверное, помещения были. Вот здесь вот опять, смотрите, кафельный пол, опять трубы кабельные, наверху вентиляция, силовой щиток, какой-то фундамент, что-то на фундаменте стояло. И там куда-то приямок, то ли в подвал, а нет, просто там, видимо, дальше внизу были кабельные трассы. Тут у нас опять выход на улицу. Там вон какая-то, вон, куча всяких дополнительных помещений. Тут все какое-то вот такое вот. Здесь, видимо, похоже, что-то было живое просто. А здесь, может, какой-то пункт управления был. И все такое. Пойдем наверх. Лесенка наверх. Смотрите, какие-то низкие какие-то потолки. Даже для меня, в общем, здесь расстояние какое-то низенькое. Хотя и не такой уж и высокий. А зато вот здесь, например, прям огромное такое пространство. На лестнице. Здесь был выход куда-то туда. Какой-то балкон, наверное. А вот здесь большущий зал, где основание этого радиотелескопа. Такая конструкция на растяжках. Ну, похоже, что вот эти растяжки-то вряд ли его держат. Вот это уже, мне кажется, его приваривали таким образом, после того, как здесь все разобрали. То есть здесь, видимо, стоял вот на этом фундаменте. Или это не фундамент, это стена. Получается, что здесь, наверное, отсюда управляющий механизм крутил все это дело. Потом все дело сняли. И на растяжках закрепили. Там лесенка, видимо, была. И вон там кабель какой-то проходил. Теперь уже сложно угадать, что тут как было. Ну, все это выглядит чрезвычайно масштабно и круто. Здесь на крыше пытались попасть по лестнице. Вот, посмотрите, по досочке. Видимо, может, там оттуда есть вход. Вот там вот явно какие-то емкости. Может, топливо, а может, вода закопанная. Там уже свежепостроенная что-то, видимо, сдается территория в аренду. Там вот явно по наличию цисцерны. Вот там как раз, видимо, топливо хранилось. И действительно получается, чтобы попасть туда под тарелку, не зря вот здесь поставлена досочка. Потому что, видите, раньше здесь был подъем по лестнице. Вот туда на крышу, из крыши есть вход туда на тарелочку. То есть, если взять аккуратненько, братья вот здесь по этой досочке на эту крышу, то можно будет попасть наверх. Блин, мне очень хочется, очень хочется попробовать. Ну и вот, получается, по этой лесенке можно пойти наверх. Раз уж мы сюда попали, то, конечно же, надо пойти наверх. Надо только чрезвычайно аккуратно, потому что здесь все очень такое проржавевшее и играющее. Очень аккуратненько. Проверяя, так сказать, перед тем, как наступить каждую ступенечку. Весь механизм, все привода, все открыто и все оттуда вытащено. Ну, то есть, грубо говоря, стоит просто отдельный пустой корпус. Без всех механизмов и приводов. Что ж, это был явно двигатель. Здесь редуктор. Здесь поворотный механизм. Ну, вон там еще окошко закрытое. И все. Там вон наверху тоже часть редуктора. Какой-то был двигатель, но его уже, естественно, нет. И все такое. Ну, и сама, так сказать, полотно или тело, как правильно, антенна. Такое довольно впечатляющее. С другой стороны, ну, в общем-то, ничего особенного. Куча алюминия, направленного вверх. Ну, вот остатки механизмов. Там даже масло какое-то есть. Но крышечки сняты. Уровень масла. Здесь вон люк открытый туда. В опорную часть. Здесь вот та часть, которая вниз уходила. Такой вот, видимо, поворотный механизм. Или нет, это просто опора. Но вот эта вот штука явно вращалась. Видимо, вращала, приводилась все вот с помощью вот такого вот колеса. Видимо, вот этим вот мотором. И вот этим вот редуктором. Вот здесь вон какие-то тут табличечка. Что-то там написано на ней. Питание подводилось. Это же был датчик. Здесь, смотрите, концевичок стоял. Какого года? Что на табличке написано? Не вижу, блин, какого года. Здесь вон написано ТНА 57052. Чего два? Непонятно. Дальше тут была вот еще лесенка куда-то вот туда. И можно вылезти вот туда. Но я туда уже не полезу. В принципе, достаточно и вот этого. Какой здесь год? И что там написано? Я без очков не вижу. А потом на видео, может быть, можно будет рассмотреть. Смотрите, какой болтик лежит подарочный. Но мы ничего забирать не будем. Потому что оставляй только следы, а забирай только фото и воспоминания. Вот здесь эта штука. Она, смотрите-ка, целее какой-то указатель сделанного СССР, по-моему, 1974 год. Ну, потом на видео, наверное, будет можно повнимательнее рассмотреть штукенцию эту. Какая-то железяка-дверца. Такая резиновая прокладка прям вся мощная. Вот, видимо, исполнительный, вернее, контролирующий механизм с концевичками. Здесь, видимо, на роликах, да, вот на роликах есть выступ, когда ролик поворачивается. Эта штука срабатывает и считает обороты. И, видимо, есть разные единицы. Такой крутянский механизм. Куча всяких разных штукленок и расчетов. Интересно очень. Ну, и ладно, на этом все. На самый верх, наверное, лезть не стоит. Пора спускаться вниз. Пора спускаться вниз.